Дополнение, дорогие друзья, к нашим мерочкам. Не у всех есть вот такая вот штука, вот это приспособление, которое я называю плечико. Не у всех есть. Вы можете его сшить, обязательно выточку вот эту вот плечевую сделайте, но пока вы не успели его сшить, а мерочки вам снять нужно, я хотела вам сказать вот что. Посмотрите, возьмите вот такой вот квадратик 13 на 13 сантиметров беленькой какой-нибудь, ну или любой другой ткани, да. Начертите посерединке вот такую вертикальную линию, вот такую линию прямую 13 сантиметров длиной. Она будет у вас изображать плечо ваше. Так, покажем поближе. Так, видно, да? Вот, и теперь вместо вот этого плечика я на наше плечо, на модель, на свою, накладываю вот эту вот полосочку. Вот это булавочками прикрепила, в нужное место накладываю, прикрепила булавочками к маечке, к топику, что у вас есть. Вот так вот осторожно, чтобы они не двигались. Ну вот посмотрите, как это выглядит. Володь, видно? Видно. Будем считать, что видно. И у вас нет этого приспособления, но у вас есть, мои хорошие, шнурочек. Вот еще раз, боком, Лилечка, встань, пожалуйста, да. Мы поправили сзади на спинке, чтобы вот здесь хорошо было его видно, да. Поправили впереди, потому что у нас животик немножко его вниз выталкивает. Мы вот так вот еще раз поправили. Когда мы присели, отошли, посмотрели, убедились, что он у нас параллелен полу, вот так, и начинаем снимать балансовые мерки. Это наиважнейшая задача, правильно определить осанку фигурки. Балансовые мерки, они дают нам определение осанки нормальной, она обычная или она сутула. Для того, чтобы это сделать, посмотрите, что мы делаем. Вот эта синяя полосочка, она обозначает у меня плечо. Плечо, это начало плечика, высшая точка у основания шеи, это конец плечика. Мне это ведь нужно фактически на фигурке две точки. Как мы это будем делать? Мерочка длина спины до талии, еще раз. Посмотрите, я кладу обыкновенный сантиметр в начале плечика, да, вот в этой точке, и веду мерочку параллельно позвоночнику. Это мерка у меня, длина до талии по спинке, до теннис, параллельно позвоночнику. А теперь во вторую точку, в конечную точку плеча, я располагаю свою сантиметровую леточку, и дальше иду к точке пересечения, чуть-чуть леточку еще приметь, к точке пересечения линии талии с позвоночником. Вот и все. То есть вам нужна одна точка, здесь я бы вот так вот выбрала конечную точку плеча еще, и вам нужна вот эта вторая точка. Поворачиваемся передом, так, видим наше плечико, и опять же от конечной точки, вернее у точки основания шеи, от высшей точки плеча, меряем мерку, прикладываем эту плечико, эту сантиметровую ленту к этой точке, измеряем высоту груди, пропускаем дальше, убеждаемся еще раз, что шнурочек у нас никуда не соскользнул, измеряем длину до талии по переду. И затем измеряем высоту плеча, косая переда. Вот так можно поступать, когда у вас нет вот такого вот подготовленного плечика, просто вот такой вот небольшой кусочек ткани, 13 на 13 сантиметров, и главное прикрепить его правильно с помощью булавочек на фигурке, для того, чтобы он никуда у вас не смущался. Ну и пока у нас Лилия еще передохнула, немножко стоит, я немножечко еще добавлю. Когда я снимаю свои мерочки, я обязательно сравниваю их со стандартными. Например, вот я уже немножко коснулась того, как я определяю баланс. Это мерка длина до талии по переду, 43 сантиметра, и мерка длина до талии по спинке, 40 сантиметров, так что параллельно позвоночнику. Отнимаем, получается 3 сантиметра, баланс от 1 до 3, осаночка обычная. 4, 5 и так далее, осаночка уже перегибистая. Бывает такая разница, доходит до 12 сантиметров, когда здесь вот такая большая грудь, ничего не поделаешь. Но что делать мне в этом случае? Во-первых, я должна проверить, правильно ли я сняла все-таки эту мерку, если я вышла за пределы обычной фигурки, и она у меня очень перегибистая, скажем, баланс 10 сантиметров. Я должна проверить шнурочек раз, а потом, мои хорошие, я должна проверить, правильно ли я выбрала вот это вот место на серединке, потому что есть у меня вот это плечико, вот эту линию синенькую в данном случае, чуть-чуть, на полсантиметра сдвинуть вперед, да, на полсантиметра параллельно. Вот была она у меня здесь, я на полсантиметра сдвигаю параллельно ее вперед, в сторону плеча. Практически на посадку фигуры это не повлияет, но длина переда до талии стоит на полсантиметра меньше. А длина спинки до талии станет на полсантиметра больше. И таким образом разница между ДТП и ДТС сократилась. Вот это мне нравится больше. Понятно? То есть я стараюсь успокоить какую-то картину и в любом постараться изо всех сил увидеть то значение, которое для меня считается стандартным, условно-типовым для любой фигурки. То же самое, если у вас получилась фигурка сутулая. Например, длина до талии по спинке 43, а длина до талии попереду у вас 42. От 42 отнимаем 43, получается минус 1. Фигура сутулая. Я посмотрела. Ага, линия здесь у меня параллельно все правильно, да? Но вот эта линия у меня, допустим, убежала вперед. Я могу ее чуть-чуть параллельно сдвинуть назад на полсантиметра. И уже у меня тут получится 42,5, и тут 42,5 баланс 0. Понимаете? То есть это уже будет лучше. То есть вы проверяете две вещи, когда снимаете балансовые мерки. Параллельность вот этого шнурочка, строго параллельно, да? Чтобы при необходимости не поправить его. И положение вот этого вот плечевого шва. И последнее, пожалуйста, вот этот вот выбор точек. Ну а остальные соотношения по характеристике стандартной фигуры я расскажу вам отдельно уже на следующем уроке. Продолжение снятия мерочек, мелочи, подробностей, деталей будут у нас там, чтобы нашу модель больше не беспокоить. Еще раз, разрешите выразить вам свою признательность в помощи и участии. Все. Продолжение следует...